Друзья, привет! Снова рада вас видеть. Продолжаем подводить итоги прошедшего месяца. И сегодня будем говорить с вами о лучшей декоративной косметике. Сразу хочу вам сказать, что мои запасы декоративной косметики существенно пополнились. И в ближайшее время вас ждут интересные обзоры. Потому что многие мне уже сделали замечание, что явный перевес такой идет на канале в сторону ухода. А хочется увидеть что-то и с декоративной косметикой. Тем более, что я люблю макияж, по мне это видно. Что бы мне ни писали, что я стараюсь скрыть плохое качество кожи. Или что там мне пишут обычно хейтеры. Я просто очень люблю косметику с детства, с глубокого детства. И люди, которые подписаны на мой канал давно, еще вообще 5 лет назад, они знают об этом, потому что я эту историю рассказывала. Я действительно всегда очень сильно красилась с юных-юных лет. Если не сказать действительно с детства. Когда моя мама уходила на работу, единственным моим радостью и развлечением было поскорее забуриться в ее косметичку. И срочно все это нанести на себя. Поэтому косметику я люблю с детства. Я не что-то там пытаюсь скамуфлировать. А я просто обожаю косметику. Я хочу ваше внимание обратить. На палетки, на которые я уже обращала ваше внимание, они не раз попадали в фавориты. Я еще хочу раз вам об этом сказать. Это ничего не спонсировано. Это я все покупала за свои деньги. Это две вот такие вот палетки от бренда NYX. У меня это Swear Light. Ой, что я говорю? Swear Buy It. Вот. Я надеюсь, я не сказала матное какое-то слово. Вот. В правой руке. И в левой руке у меня новая палетка, которая называется Утопия. Ну слушайте, это блаженство. За такую стоимость выбор нетривиальных оттенков. У них прекрасное качество. Причем, что самое главное в этих палетках, я вам уже говорила, это то, что тени все одинакового качества. То есть обычно, какой есть риск в таких вот больших палетках? Вы покупаете половину, дай бог, палетки нормальные, а второй половиной пользоваться невозможно. Вот здесь вот все тени прекрасного качества. Вообще никаких нет с ними проблем. Они такие все оригинальные. Здесь есть разные текстуры, разные цвета. Тут тебе и ньют. И тут тебе что-то очень яркое можно сделать, гротескное, театральное. Ну просто замечательные палетки, что называется, не проходите мимо. Что еще я купила себе из палеток? Бренд Кэн Фон Ди, как вы знаете, помахал нам ручкой. Ну для меня, собственно говоря, эта косметика всегда ассоциировалась с Кэн Фон Ди. Я понимаю, что она сама себе вырыла яму, да, из-за того, что она говорила и делала. Но тем не менее, меня она интересовала, в первую очередь, как человек искусства, как татуировщица. И вот этот бренд, он очень согласовался с ее образом жизни. Она же жила, если вы в Инстаграме посмотрите, и живет, наверное, до сих пор, там же просто готический замок. То есть все, что вот она делала вот в этом стиле, это не потому, что там ей приснилось. Она этим живет, это ее образ жизни. И вот этот момент меня очень подкупал. И была одна палетка, хотя я фанат бренда Кэн Фон Ди, была, по крайней мере, раньше. Вот эту вот палетку, которая у них самая базовая для скульптурирования глаз, так скажем, да, я откладывала все время на потом. То есть мне казалось, ну успею, ну успею. И когда я поняла, что ее по ходу снимают, и она больше продаваться не будет, я ее себе заказала. Вы знаете, мое мнение, вот если бы у меня кто-то много лет назад спросил, что в первую очередь купить у бренда Кэн Фон Ди для глаз, например, вот эту вот палетку. Конечно, когда берешь в руки тени Кэн Фон Ди, вот это все оформление, сами тени, их качество, продуманность. Мне очень нравится, что она, вот эти самые ходовые оттенки, она всегда делает большими, потому что у нее действительно самый большой расход. Здесь все по блокам рассредоточено, то есть в разных цветовых гаммах. Ну качество, конечно, ребята, ну о чем можно вообще здесь говорить? Вы посмотрите, какой черный. Посмотрите, какой, тут он не белый, но он все равно светлый. Ну феноменальное у нее качество, у нее пигментация, у нее тушевка. Ну тени Кэн Фон Ди, они всегда были хорошими. Как бы там хозяйка не напортачила, чего бы она там не наговорила, но продукты у нее были хорошие. И, к счастью, к большому сейчас вот эта вот палетка очень много где продается со скидкой, потому что, как я понимаю, ее убирают с продажи. Поэтому, кто не успел, берите. Это ваша базовая палетка на все, что называется, времена. Уже на эту подложку, например, вы можете потом добавить и шиммер, и цветной макияж. Но это будет ваша база. И еще, что касается теней, состоялся релиз в прошлом месяце. Я, как сейчас помню, когда я узнала об этом релизе, я сидела в Сапсане. И там объявили, что эта палетка будет продаваться в 12 часов по московскому времени. И я в Сапсане, мне же делать там больше нечего, сидела и ждала. И то, такой был ажиотаж, что в первые какие-то минуты эту палетку в маленьком формате сразу раскупили. Осталось только в большом, и купила я в большом. О какой палетке я говорю, не поверите никогда. Тами Танука. Тами Танука стали выпускать прессованные тени. Тами Танука стали выпускать тематические палетки. То есть теперь у них не просто тени, которые можно купить только в разнобое по одной штучке. Эта коллекция посвящена викингам. Ну, там, где викинги, там я, естественно, я же варвар и знатный. Знатная воинствующая натура. Вот эта вот романтика викингов, сериал викинге, это мой самый любимый. Я просто, я никогда, я вообще телевизор не сильно люблю смотреть, сериалы, вот это все. Но мне кажется, я ничего так в жизни не ждала, как последнего сезона викингов. Поэтому, конечно, все, что связано с викингами, несите, дайте два. И, естественно, я купила эту палетку. Я прям так и вижу, как, знаете, Рагнар Лотбрак красился этими тенями. Что я хочу вам сказать по поводу этих теней, девочки и мальчики. Моя жизнь не будет прежней. Я купила себе, вот мне только пришли день назад палетки Pet Matgrat. Сколько у меня их? Пять, что ли, пришло. Я устрою батл. Вот мне очень интересно посмотреть, какая будет разница в качестве и по всему. Пока что это лучшее, что я пробовала вообще когда-либо. Это феноменально. Я не могу подобрать слов. Здесь такие дуохромы, это мультихромы. Тут где-то у меня должен был быть зеленый, но в камере я его отчетливо вижу фиолетовым. Вот это вот, а вы видите его зеленым. Я просто глазом его вижу фиолетовым. У меня сегодня эти тени на глазах, но я так их по-быстренькому нанесла пальцем. Без всякой базы, без всякого праймера. Это сливочные, мягкие, податливые текстуры. Очень пигментированные. Восхитительные матовые, восхитительные сатины, восхитительные дуохромы. Совершенно изумительный вот этот вот оттенок. Он тоже дуохром. И почему-то я сегодня забыла его нанести. Я обычно наношу его сюда вот так вот в уголочек глаза. Естественно, рукой это сделать. Трудно с ногтями с такими. Вот что-то варю, а? Что я делаю, люди? У меня кисточки нету тут под рукой. В общем, смысл, ребята, вот в чем. Если вы хотите получить настоящие дуохромы, если вы хотите вообще гордиться... Там и Танук, это же, по-моему, отечественный производитель. Отечественным производителем. Если вы хотите ахнуть, если вы хотите забыть все, что было до этого, скажем так, то я рекомендую вам обратить внимание на бренд Там и Танук. Это я все покупала за свой счет, естественно. Никто мне ничего не присылал. Наташа Денона, по крайней мере, вот с ее триохромами, которые она выпустила в последнее время, она не то, чтобы курит там за углом, она даже вообще в зачаточном состоянии в каком-то находится. Вот что такое дуохромы. Когда ты ходишь под питерским небом, который у тебя вот тут вот так вот на голове, и все равно это все переливается всеми цветами. Понимаете? Я сижу в машине, на улице не буду говорить, что падает с неба, и под ногами вообще что происходит, а у меня на глазах изумруды сияют, понимаете, все переливается. А что в электрическом свете происходит, даже не спрашивайте. Вот сейчас вот этот оттенок, он всеми играет цветами. Он фиолетовый, он синий, он зеленый. Ну это наслаждение, это потрясающе. Если вы хотите получить действительно эффект дуохромов, триохромов, мультихромов, и слава богу, что теперь это все в формате прессованных теней, это стало гораздо проще в использовании. То есть я давно хочу сделать обзор про Тами. У меня и рассыпчатых теней очень много, и я и тогда была в восторге, а сейчас я просто, все, мне больше ничего не надо в этой жизни, дайте теней Тами побольше. А, кстати, после того, как мне пришла вот эта палетка, заказала, по-моему, все палетки, какие у нее там только были в наличии. То есть просто для меня это открытие. Я взяла еще от этого бренда вот такие вот минеральные рассыпчатые продукты для лица. Не могу сказать, что я довольна в плане оттенков. Я взяла скульптор, модификатор цвета, который называется Туман. Это действительно скульптор, конечно, для некоторых, но на моей бледной коже он просто дает серый цвет. То есть серый цвет, это не очень жизненно, понятно, но если, например, вы купили слишком теплый бронзер, вот такой вот продукт поможет вам сделать его более холодным. Почему он и называется модификатором цвета. Поэтому я специально взяла большую баночку, там можно взять маленькие пробнички специально, потому что мне такой продукт в хозяйстве нужен, всегда пригодится. Далее я взяла румяна, оттенок умиротворенные облака. Это пыльная роза, как я ожидала, но она тоже очень холодная, и она на моем лице дает некоторую синюшность такую, знаете, алкоголическую. Поэтому я буду ждать, когда я подзагорю, и тогда буду этот продукт использовать. И вторые румяна, которые я взяла, это румяна бронзовые облака. Я их, понятно дело, использую как бронзер, а тут вообще никаких нареканий нет. Единственное, что у меня какой есть вопрос ко всем этим продуктам для лица, у них во всех есть какая-то молочность. Они все какие-то имеют молочный призвук, вот этот привкус. Они как будто бы немножко такие какие-то разбеленные, вот что-то такое. А так прекрасные продукты, тушуются великолепно. То есть вы даже можете не бояться, что это вот минеральная рассыпчатая косметика. Вообще никаких неудобств. Мы что-то начали с глаз, ну потому что палетки, вот они большие наверху тут у меня лежат. Давайте по тональным средствам пройдемся. У меня очень много тональных средств. Я купила для обзоров, которые будут вот впереди. И тональные основы люкс, и тональную основу Pat McGrath я заказала. Чего я только не заказала. Но одна из тональных основ, которую я пользовалась очень часто в последнее время, это тональная основа, о которой когда-то я узнала из видео Nikkie Tutorials. Она очень ее хвалила. Продается она на Look Fantastic и называется EX1. Invisiwear. Nikkie Tutorials в том видео показывала, что она имеет чуть ли не абсолютное покрытие. То есть она очень плотная. Мне это очень подходит для видео, потому что видеосвет, дорогие хейтеры, которые призывают меня сесть без макияжа перед камерой, он убивает вообще все живое, кроме какого-то некрасивого пигмента. То есть ты будешь выглядеть болезненно белым, каким ты не выглядишь даже в жизни, а весь пигмент, который у тебя есть, он вылезет на рожу. То есть если это купероз, это купероз. В моем случае это купероз. И синяки под глазами. То есть я буду перед вами сидеть с такой белой прозрачной молью, с синяками и красным носом. И вряд ли вы захотите слушать такого косметолога, даже если при этом у меня идеальное качество кожи. Правда? Поэтому без тональной основы, тем более плотной тональной основы, в кадре не обойтись. И сначала, когда я попробовала эту тональную основу, я так, ну какая-то она, ну хорошая, ну, а потом я как пристрастилась к ней. Кстати, это итальянская фирма, вот здесь вот написано. Значит, потом я как пристрастилась к этой тональной основе. И у меня есть еще такой консилер. Но к консилерам, который называется Delete Fluid, я пристрастилась меньше. А вот к тональной основе очень. В чем ее плюс? Она действительно достаточно кроющая. То есть я не могу сказать, что это самая кроющая тональная основа в мире. Estee Lauder кроет достаточно круче. Но эта тональная основа держится великолепно на лице. Эта тональная основа никуда не сползает, не скатывается, не забивается и так далее. Эта тональная основа очень красиво выглядит на коже и в будничной, обычной жизни тоже. То есть ты не выглядишь таким сильно накрашенным человеком. Хотя я не стесняюсь никогда выглядеть сильно накрашенным человеком. Поэтому кто на эту тональную основу смотрит и тоже не решался ее купить, я вам очень рекомендую. Мне она очень понравилась. Так вот незаметно, незаметно, я поняла, что я пользуюсь ей каждый день. Что еще из консилеров? Новинка от бренда Manly Pro, перфекционист. И вот здесь я вас опять же призываю бежать в магазин, ломая ноги. Ломая ноги – это метафора. У меня это оттенок CNC One. И это один из лучших консилеров, которые я попробовала за последнее время, по крайней мере. Он плотный, он хорошо кроющий, при этом он великолепно усаживается, он какой-то при этом пластичный такой, то есть он позволяет позволяет себя растушевать, он позволяет себя распределить, и при этом он как-то вот правильно усаживается на кожу. Потрясающий консилер, мне очень понравился. И кто бы мог подумать, вторым консилером, который мне просто завоевал мое сердце, явился консилер от бренда Evelyn, который называется Liquid Camouflage. У меня оттенок 05 Porcelain. Прекрасный консилер, вот кто любит, кстати, вот с такими, с такой большой кисточкой, аппликатором, то есть его очень удобно нанести на любые зоны. Потрясающе, очень, за такие деньги, тем более в этом месяце в подружке была акция на Evelyn 3 по цене 2, прямо вообще. Я купила по этой акции еще вот такую помадку для бровей, и насколько мне понравился консилер, настолько мне не понравилась помадка. У нее неприятная такая, не то что неприятная, не то слово говорю, неправильная для помадки, для бровей консистенция, она жирная. Те участки, где у меня вот совсем нет волос, и мне хочется их максимально прокрасить, я добавляю туда немножко обычно помадки. Обычно это вот самые кончики, вот сюда. Так вот, если эту помадку наслаивать на тени, она их разъедает. То есть ты красишь помадкой, она их просто растворяет, и у тебя там какая-то белая кожа просвечивает. Поэтому эта штука мне не понравилась. Кроме того, в магазине она была вот такой вот скукоженой в баночке. То есть явно эта штука засохнет, и, ну, как-то, дареному коню будем считать, что это подарок был. Зубы не смотрят. Что еще интересного? Еще интересна вот такая вот пудра. Я вам уже показывала от бренда Катрис тональную основу из этой линейки Poreless. Это очень необычная тональная основа. Она в виде такой пасты, которая прямо вот поры замазывает. То есть это, знаете, такой гибрид тонального средства и вот этих вот замазок, датирок для пор. И я увидела случайно, что еще, оказывается, пудра такая есть. Я пудры не видела. Пудра очень интересная. Чем она интересна? Если наносить ее кистью, она не работает. То есть непонятно, что перед тобой. Ее нужно наносить аппликатором. Или ее нужно наносить плотной кистью шлифующими, втирающими движениями. Тогда результат совсем-совсем другой. Вот имейте в виду. Мне она тоже очень понравилась. И я использовала, и у меня сейчас на лице, по всей площади, вот такая вот пудра, вообще это хайлайтер у них. Но имейте в виду девочки с тусклой кожей, девочки возрастные, кто вот хочет сделать лифтинг-макияж. Вот это идеальный продукт для лифтинг-макияжа. Потому что это, по сути, пудра подсвечивающая. Наносите на все лицо. Пожалуйста, вот вам лифтинг-макияж. Можно заложить отдельно, где у вас складки, где падает тень, чтобы эту тень скомпенсировать. Можно заложить вот сюда, что я ее делаю. То есть закрепить, например, консилеры, немножко развеять свет. Очень хороший продукт. Мне очень понравился. У меня это оттенок 01 Light. Обратите, пожалуйста, внимание на такой продукт. Опять же, у бренда NYX вышли новинки. Это вот такие вот карандаши. Вообще, цветные карандаши у NYX чудо как хороши. По-моему, я говорю стихами, нет? Я взяла пять карандашей из новой линейки. Это какой-то совершенно просто в мое сердце разбивающий изумрудный. Видите? Практически по цвету моей кофты. Это два розовых. Один матовый, второй с перламутром. Он у меня тоже сейчас наслизистый. И это, конечно же, желтый. Ну куда же я без желтого? Кстати, Пантон, вы обещали, что цветами этого года будут желтый и серый. Почему все шматье в магазине какого-то цвета? Где желтый? И дайте мне желтый. Я обожаю желтый. Особенно кислотный. Вот желтый. Просто все. Это мне надо все, что кислотного желтого цвета. Это все мне срочно дайте в двух экземплярах. Ну пока что приходится довольствоваться тем, чем приходится. Вот в частности, желтый карандаш. Ну это, вы понимаете, это просто. Мы вообще о чем здесь говорим? Это такая пигментация. Они такие сливочные. Они такие классные. Ну вы посмотрите. Ну просто. Это фантастика. И они такие красивые на глазах. Посмотрите, какая пыльная роза. Ее и на губах можно хорошо использовать. Кстати, в качестве карандаша. Подумала я тут. Возьмите. Эти карандаши вас порадуют. Они держатся и на слизистой хорошо, они как подложка по тени. Просто Никс молодцы. Вот мне у них многие продукты нравятся. Говорят, что они к блогерам плохо относятся. Никс. Если что, вы знаете, кому плохо относиться нельзя. Потому что я вас хвалю, хвалю все время. Я с Никс никогда не сотрудничала. Мне, если что, никто не платил. Дорогие скептики. Я когда была в Москве в галерее косметики, я у них нашла вот такой вот бренд Posh. Я взяла два карандаша для глаз, два каяла. Их с удовольствием погрыз Гоша. Поэтому, когда я буду вам показывать их в кадре, не обессудьте. Они пожмаканы и покусаны. Гоша очень любит все это дело. Я пока фотографирую. У меня тут все это развалено, разложено. Ему надо обязательно во всем участвовать. Эти карандаши ему очень понравились. Он просил вам передать. И тут, собственно, расписался он. Это видно. Это изумительные карандаши. Это два оттенка. 02 и 04. Они перламутровые. Один оттенок это розовый перламутр. А второй оттенок это классический такой перламутр неоново-сиреневый. Тут ничего не видно, потому что такие оттенки обычно при ярком освещении они прячутся. Они любят более интимный свет. Как это красиво на слизистой. Когда у тебя вот эта перламутровая переливающаяся слизистая, очень я довольна. В подружке появился бренд Люкс Визаж. И у бренда Люкс Визаж тьма тьмущая перламутровых помад. Я же пенсионерка уже, о чем мне хейтеры напоминают регулярно. Поэтому я, естественно, люблю, как и классическая пенсионерка, перламутровые помады. Собственно, вы сегодня у меня на губах ее и видите. Это вот такие вот помады от бренда Люкс Визаж. У меня три оттенка. Это 0,8, 67 и 17. Они все перламутровые, да-да. И там еще есть такие, знаете, фуксии, такие фиолетовые. Будете меня хейтить, буду ими краситься. А так помады очень милые. То есть я ничего не могу сказать, что это, конечно, лучшее, что было в моей жизни. Нет. Но так побаловаться, чтобы там на губах что-то поблесело. Они быстро с губ сходят, они быстро съедаются. Вообще на губах они не ощущаются как помада. Но за такие деньги, почему бы и нет, посмотрите, кто не против перламутра, а я считаю, что перламутр на губах очень освежает, тот может посмотреть, что там есть. И еще помада, которую я купила, и это помада, за которой пришлось побегать, потому что я поздно ее увидела. Это Armani 406 оттенок. Monstro называется. У меня какой-то опять начался красно-помадный бум. Я стала скупать все красные помады, какие только можно. За кадром чаще всего я сейчас пользуюсь красной помадой. В кадре пользуюсь не красной, как вы можете это увидеть. Это какой-то восторг. Она такая красивая. Невозможно описать ее цвет. Она и темная, и нет. Она и яркая, и нет. Она и холодная, и нет. Она и теплая, и нет. Самый ближайший родственник, который я нашла в своей коллекции этой помаде, это Diva от MAC. Кстати, кто хочет посмотреть мою коллекцию помад от MAC, напишите. Я, по-моему, их вообще на своем канале практически не показывала. У меня на самом деле штук 20 точно наберется. Ну и в частности у MAC я беру обычно красные, яркие, необычные цвета. Вот это вот все. Видите, как много вы обо мне не знаете. На самом деле за кадром я гораздо более экстравагантно крашусь, чем в кадре. Люди мне пишут, что это очень яркий макияж. Тра-та-та. Вы не видели яркого макияжа на мне, ребята. В моем понимании это ньют. Это ньют. А за кадром я уже позволяю себе оторваться. Я очень люблю красные помады, я люблю темные помады, я люблю что-то такое вот вообще. Вот. Ближайший родственник это MAC Diva, но и то не ближайший. MAC Diva проще, чем вот эта вот помада от Armani. Поэтому, если этот оттенок есть еще в наличии, его быстро разбирают. Возьмите, девочки, кто любит вот такого рода помады, красные помады, вы не пожалеете. Это будет достойный экземпляр вашей коллекции. Ну что, друзья, вот все они немногочисленные пока что запасы декоративной косметики, которые я вам показала, но впереди будут интересные обзоры. Очень много чего мы с вами обсудим. Напишите, какие бренды декоративной косметики вам интересны. Что приковывает ваше внимание, ваш взгляд, какой бы вы хотели обзор. Многие просят меня сделать обзор урок макияжа. Вы знаете, я после того, как отучилась, ну вот базовый курс визажиста прошла, я стала стесняться делать уроки. Вот такая вот штука. То есть до того, как я прошла этот курс, я не стеснялась, потому что я ссылалась на то, что я не профессионал, типа, знаете, мне можно. А сейчас я чувствую, что если там я накосячу, меня же будут уже подтягивать за то, что там ты где-то ошибся или что-то несимметрично. У нас же люди добрые очень бывают. Вот, поэтому я стала как-то стесняться делать вот такие вот уроки, туториалы. Мы с этим кружком соберемся лояльных зрителей, и я вам покажу, на что я способна. Желаю вам здоровья, хорошего настроения и удачи. Всего хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok